Женский футбол Беларуси Здравствуйте, девчонки! Очень рад вас приветствовать в студии АБФФТВ. Ну и прежде всего, вот вопреки тому, что я слышал, пока мы готовились к нашей съемке, что вы не хотите вопросов по поводу футбола, но все-таки я вас для начала чуть-чуть ими все-таки помучаю, если вы не против, конечно. Ну, Настя, первый вопрос, наверное, к тебе. Первый твой сезон в чемпионате России ты провела в составе питерского «Зенита». Как можешь оценить этот сезон? Понятно, команда шла долгое время на втором месте, но вот все-таки концовку чемпионата немножко смазала. К сожалению, удовольствовались вы только бронзой. Как вообще в клубе оценили вот такой результат? Ну, можно было не упоминать, что мы долго шли на втором месте, потому что это печально. На самом деле, чемпионат провели, могли провести, конечно, лучше. Начало чемпионата было довольно хорошее, потому что, да, действительно, шли долгое время на втором месте и как бы и должны были закончить на втором месте, и как бы ничего не предвещало беды. Но, к сожалению, третий круг такой получился немножко провальным для нашего клуба, поэтому мы потеряли очки. И ЦСКА, которая шла на третьем месте, наоборот, третий круг провели хорошо, забрали все возможные очки и заслужили, я считаю, второе место. Мы третье. И я считаю то, что, наверное, если мы заняли третье место, были какие-то проблемы и нюансы, которые нужно решать. Поэтому в следующем сезоне, надеюсь, что все это исправится и не будет такого, что мы очень хорошо начали и к концу сезона пошел он на спад. Это, наверное, есть какие-то на это причины, поэтому думаю, что тренерский штаб с этим разберется. Ну, а как вообще в целом в клубе оценили такой результат? Может быть, команду собирало руководство, что ты говорила после сезона? Ну, так как команда второй год, и для второго года руководство, понятное дело, что были бы рады, если бы мы второе место заняли, но и третье место для второго года существования клуба достаточно хороший результат. Милана, теперь к тебе обращусь. В первых, надо, наверное, поздравить еще раз, да, с тем, что ты стала вместе с Кариной Ольховик и Катей Дудко лучшим бомбардиром чемпионата, да, с 33 голами. Я тебе такой вопрос задам, может быть, он покажется сложным, но хотел бы, чтобы ты на него ответила. Вот если бы тебе все-таки удалось тогда вот в марте в Суперкубке забить Динамо, да, то, ну, давай представим это обстоятельство, если бы случилось, ты бы променяла его вот на эту вот статуэтку лучшего бомбардира? Нет, я бы не променяла. Я отношу этот момент к очень болезненному и достаточно важному для меня. Он дал мне большую почву для размышлений и показал мне, чего для меня стоят мои близкие люди, каков в настоящем мой тренерский штаб. Мой тренер обнял меня и сказал, что мои попадания, мои голы он любит точно так же, как и мои промахи. И когда ко мне подбежали люди, которые знают, что я за человек со словами, даже не думая лупасить целыми днями оттуда этой левой ногой, я поняла, что все нормально. Меня поняли, я не осталась одна, а эти голы, которые привели меня к бомбардирству, это труд, это плодотворная работа, и я не могу заменить все свои попадания на мой один промах. Это нечестно. По отношению ко мне в первую очередь. Так, очень серьезно ответила. Я на самом деле не думал, что так получится. Но вот Милана себя показала опять же с той стороны, что очень серьезно она к футболу относится. Вот, кстати, друзья, на заметку я думаю многим. Милана, я еще у тебя спрошу по поводу празднования голов в составе молодежной сборной на том самом мини-турнире успешном для команды в Могилеве. Вообще, чья это была идея, как она возникла и как она реализовывалась? На самом деле, вот это было так, что тренировки там проходят в таком очень ярком и счастливом моменте. Мы очень довольствовались прибытием туда. Все ждали вызова в молодежную команду, и мы понимали, что нас ждет. И еще на вызове, когда мы играли со Словакией, когда я открыла счет, девчонки очень классно побежали ко мне все вместе. И после этой игры я вкинула идею, говорю, а было бы здорово как-то совместно праздновать любой гол, неважно, кто его забил. Просто кто забил, тот автор в центре. Все остальные дают овацию, потому что это наш общий гол. Но так как человек, который его забивает, он должен находиться в центре. И мы воплотили эту идею, расширили ее, каждый что-то вложил в нее. Мы это общекомандно. Даже тренерский штаб, мы все вместе обсуждали, как будет лучше, что будет лучше. И благо нам удалось победить, и мы воплотили каждую свою победу таким ярким, классным празднованием. Вот так. В общем, здесь тоже была командная работа, да, как на футбольном поле, я так понимаю, она есть, так и за его пределами. Только командная работа. Никакой другой быть не может. Настя, теперь еще раз к тебе обращусь. Может быть, тема не совсем приятная, но в любом случае, я думаю, стоит спросить. На некоторое время выпало, да, из-за травмы, соответственно, не принимало участия в матчах. Как ты вообще переносил этот... Ну, всегда он сложный период для спортсмена, когда ты команде непосредственно не можешь, да, помочь. Только вот можешь наблюдать с матчами какие-то свои флюиды, да, отправлять девчонкам. Ну да, достаточно сложный такой период в карьере. Потому что травма пришлась на... прям такой разгар сезона, второй круг был. И были не просто игры чемпионата, а были игры еще кубковые. И именно в этот момент, когда девчонки проходили кубковые игры, шли к тому, чтобы поиграть в финале, хотелось поучаствовать намного больше в этих играх, нежели в чемпионате, потому что уже в чемпионате я участвовала, играла, и, ну, кубковые игры были более-таки важнее, как бы. Я не говорю, что чемпионат не был важнее, но хотелось и в кубковых играх сыграть. А так получилось, что я только в финале вышла на замену. А так практически, ну, первую самую игру мы там с очень слабой командой играли, поэтому и не поучаствовала. А так тяжело, потому что ты не можешь помочь девчонкам. Смотреть игры всегда тяжелее, ты переживаешь, понимаешь, что ты ничем не можешь помочь, а хочется помочь команде. И когда ты выпадаешь на месяц-полтора, это для того, чтобы еще восстановиться, а потом еще нужно время набрать форму, потому что это не предсезонка, это не конец сезона, когда там уже пару игр остается, а еще достаточно много игр нужно играть. И тем более такой чемпионат, где действительно нужно набрать форму, ты там не выйдешь после, я не знаю, недели тренировок, после травмы, и начнешь играть. Поэтому, ну, очень много ушло времени на восстановление, и выбило меня это, если честно, немножко. Но потом восстановилась, набрала форму к концу сезона. Вот, поэтому такой тяжелый период. Не хотелось бы, чтобы... У меня такая мечта, желание, чтобы... У меня последние два года травмы постоянно какие-то, которые меня выбивают. И мне хотелось бы, чтобы в следующем сезоне у меня не было никаких травм, и я могла спокойно отыграть сезон и не выпадать ни на какие... Ну, минимально можно что-то, чтобы было. Наверное, идеально, чтобы пройти сезон, так не может быть, но это чтобы минимально, день-два, не больше. Еще до окончания сезона пришла информация о том, что ты переподписала контракт, и, соответственно, с каким вообще жаром, энтузиазмом будешь вступать в новый сезон. Понятное дело, цели командные есть, они определены давно, да, еще до того, как только приехала в Петербург, я думаю, остаются неизменными. А вот лично, может быть, перед собой какие-то ты свои задачи ставишь на сезон? Да, ставлю. Вот в предыдущем вопросе я сказала, что хочу, чтобы в следующем сезоне у меня не было никаких травм, чтобы они меня не выбивали. И я хочу, чтобы этот сезон, который прошел, он такой был, ну, первый раз в чемпионате России, нужно было понять, узнать, как, что. Сейчас уже все известно, понятно, какие клубы, какой сам чемпионат, как кто играет, какой у нас тренер, какой у него подход. И хочется, чтобы в следующем сезоне я более раскрепостилась как игрок и играла на том уровне, на котором могу, и даже выше, чтобы каждая игра приносила пользу команде, чтобы какие-то были результативные действия, так как я играю в линии атаки, и хотелось бы... Понятно, что каждая игра это слишком, но желательно, хотелось бы, чтобы и мои игры приносили пользу команде. Ну и, конечно, чтобы мы поборолись за первое место, это будет очень тяжело, потому что команды достаточно сильные, которые играют за тройку, поэтому это еще такой момент, который, ну, придает больше силы, чтобы к чему-то стремиться расти и добиваться хороших результатов. Спасибо большое, Милана. Наверное, тебе заключительный вопрос. Ты уже давно, будем так говорить, ну, относительно давно в футболе, начинала еще в сборной до 17 лет, как и многие, ну, и в этой связи следишь за Европой, да, в целом, за развитием каким-то, да, в женском футболе в разных странах, поэтому попрошу тебя оценить итоги жеребьевки вот для молодежной сборной. Я и в апреле играть вот с немками, с финками и с россиянками. Я, наверное, очень спокойно отреагировала, когда увидела группу. У нас это было 50 на 50, кого-то это удивило, кто-то, ну, многие начали мне сразу отправлять это в Инстаграме, со смайликами «А-а-а, ты что, прикинь, что у вас там?» А я, скажем так, а кто мог бы попасться нам слабее? Мы же понимали, куда, тогда давайте, нам не стоило бы выходить вообще с группы. Если мы будем так реагировать, мы никогда не поднимемся никуда, и даже если мы упадем, мы упадем с огромным опытом. Но ни о каких падениях я даже думать не хочу. Мне и всей команде будет интересно проверить, кто мы на уровне этих команд, этих девчонок, а не нашего возраста. И они играют в отличных чемпионатах, в странах, где футбол очень развит, я бы так сказала. Если говорить про наши шансы, то они есть всегда. У любой команды в этой группе есть шансы. Я просто надеюсь, верю и постараюсь отдать все от себя. И знаю, что команда моя тоже отдать все. Как говорится, перфекционист-максималист, да? Нет никаких авторитетов, да? Нужно идти вперед в бой и никого не бояться. Ну что ж, друзья, мы приступаем к еще одному блоку нашего общения. Он будет, наверное, более таким интересным, более неформальным. Мы предложили на выбор 9 неудобных вопросов девчонкам. Ну, все 9 карточек, все 9 вопросов не будем задействовать. Ну вот, по 2 очень хотелось бы, чтобы девушки вытянули. И, соответственно, на них ответили максимально, конечно, искренне и откровенно. Ну что, Настя, давай с тебя начнем. Золотая середина. Если бы вам предложили вечную молодость и кучу денег с условием, что у вас никогда не будет любви и семьи, вы бы согласились? Ну, конечно, нет. Конечно, бы не согласилась. Деньги, конечно, очень многое решают в жизни, но самое главное, я считаю, что это найти свою любовь и быть по жизни счастливым человеком. Милана, давай теперь ты. Если бы вы могли дать совет самому себе в 15 лет, что бы это было? Наверное, сказала бы себе, что все, что я делаю, это правильно, и оно куда-то приведет меня. Настя, еще один твой вопрос, неудобный. Если бы у вас была возможность за полчаса научиться чему угодно, чему вы бы научились? Я бы за полчаса выучила английский. Если можно было бы. Вывод прост. Учите английский. Ну что, Милана, еще один твой вопрос. Каковы шансы, что вы уже упустили нечто важное, о чем будете сожалеть всю оставшуюся жизнь? Не каковы. Так, ты слишком легко справилась с этим вопросом, поэтому мы тебе усложним задание, давай еще тогда один. Ладно. Если бы вы могли изменить какую-то одну вещь в мире, что бы вы выбрали? Ну, это сложно. Ну, есть, помогай. Чтобы все дети, которые болеют, никогда не болели, ну, я не знаю, очень много разных болезней, которые практически неизлечимы, либо которые требуют настолько много денег, которых нет у близких, родных, чтобы помочь ребенку. Хотелось бы, чтобы не было этих заболеваний и все были здоровы. Ну, Милана, может быть, что-то все-таки ты придумаешь? Или зачтем ответ Насти за твой? Ну, у нее достаточно хорош. Я думаю, что я согласна. Мы теперь все знаем, что в Беларуси играют самые благородные футболистки. И в питерском «Зените», и в футбольном клубе «Минск» тоже. Ну, у всех, наверное, людей сегодня есть свой аккаунт, да, в Инстаграм. И мы вам предложим под, значит, эмодзи, которые вы использовали, да, у себя там в посте, вспомнить содержание его, что вы там писали, да, о чем он вообще был. Понятно, да? Мы выбрали там, порылись у вас в аккаунте, в общем, и нашли. Это эмодзи твоего, Милана, поста. Пожалуйста, вспоминай, что это было. Это, наверное, отборочный, да, до 19 лет. Очень похоже вот это вот и язык. Это очень похоже, когда мы забивали гол. По-моему, это было в последнем матче. И Диана Баку, мне было очень приятно, как она праздновала мои голы. То есть, которые... Она бежала ко мне быстрее, чем я бежала. И мне было очень приятно. И когда так получилось то, что я отдала ей голевую передачу, я захотела так же к ней сорваться. По-моему, она показала язык и показала в мою сторону. И я тогда побежала к ней, мы отбили друг другу пять и прыгнули спина к спине. Ну, по-моему, больше всего похоже на это. Ты абсолютно права, был такой там текст. Сегодня в роли плеймейкера, в удовольствии ассистировать человечку, который мои голы празднует так же ярко, как свои собственные Бакуум-13. Настя, теперь Эмодзи из поста на твоей страничке. Да, вот столько всего были здесь и сердца, и улыбки, я так понимаю. Ну что ж. Я в последнее время очень мало пишу. Это было очень давно, я так понимаю, наверное. Бело-синяя. Это может быть связано с Динамо? Наверное, я думаю, что это окончание сезона. Может быть и банкет, и слова, которые были сказаны. Благодарности. Аж правильно, ты все вспомнила, да? Через паузу. Ну, не буду я, наверное, зачитывать все, что ты здесь написала. Ну, вот вы, друзья, видите на своих экранах, да? Вот такой объемный пост. Пост благодарности, конечно, команде за сезон, за чемпионство. Да, друзья, девчонки здорово справились с предыдущим заданием. Ну и еще одно заключительное, очень веселое, веселее всех предыдущих. Мы в этом задании предлагаем им угадать двух футболистов. Да, они совмещены в одно лицо. Здесь будут игроки как женской, так и мужской национальных сборных. Ну, пожалуй, им будет проще начать с девчонок, поэтому, Милана, начинаем с тебя. Вот кто на этом изображении совмещен. Ты уже угадал это, да? И готова нам свой ответ рассказать. Да, это Воскобович, Наташа. И прическа, как я понимаю, наверное, Карина Рюхович. Ну, нет? Подумай. Нет? Нет. Настя Победаева. Да. Да, это действительно Наташа Воскобович и Настя Побегайло. Давай следующую картинку. Теперь уже это для Насти. Ну, Вита Николаенко, прическа ее. А лицо этой девушки или, может быть, мужчина тоже? Нет, здесь совмещены только игроки женской. А я угадала уже, думаю. Мне кажется, это может Таня Варкушевская, да? Не думаю. Не похоже, нет, вообще. По-моему. Вита Николаенко и Таня Маркушевская. Милана, твоя картинка. Это кто? Прическа моя. Подождите. Первая часть вопроса взята. А, это я и подруга. Да ладно? Это Анна? Да. Мы ждем ответ, Милана. Я не искала. Такая, внятная и четкая. Получается, прическа Насти. А, лицо Анина. Аниса, да? Да. Все правильно. Ответ пришел. Да, действительно, очень так интересно получается. Очень много смеха. Очень много эмоций. Так, это... Волосы. Так, это малышку, не помню ее фамилию. А, Караськова, да, вот. Карась. И лицо. Кубичный. Ну вот, я тоже думаю, что кубичный, наверное, Ксюша. Правильно. Молодцы. Молодцы. Так, ну с девушками мы расправились. Точнее, вы расправились очень легко и непринужденно. Теперь парни. Ну, то, что Виталий Лискович, 100%, а прическу, не знаю. Не знаю, что ли. Кто это был? Поляков? Нет. Настя, подсказка, ты, думаю, должна угадать после нее. А, Мартынович? Так, точно. Следующая картинка. Скавыш. Лицо с кауша, а прическа Яблонского, может быть, какого-нибудь. Молодец. Вы прекрасно справились и с этим заданием, да, так волновались. Ну и в завершение, друзья, мы попросим девчонок, коль скоро у нас Новый год и Рождество, да, католическое уже прошло, православное еще впереди. Поздравить всех болельщиков, ну и пожелания от вас. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть в Новом году исполняются все мечты. Улыбайтесь, радуйтесь каждому моменту. И будьте счастливы. Я также присоединяюсь к Настиным словам. Всех с наступающим Новым годом. Пусть ваши мечты сбываются. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин